уважаемые гости санатория впереди вас ждут долгие праздничные каникулы для того чтобы праздники проходили легко и весело важно соблюдать простые правила питания 31 числа очень важно весь день полноценно питаться то есть завтраки обеды и ужины обязательно в течение дня обязательно выпить полтора два литра воды для того чтобы предотвратить обезвоживание и отеки на следующий день важно к 12 часам не подойти к столу с голодными глазами поскольку голод а затем резкое объедание очень вредно для поджелудочной железы и желчного пузыря это может вызвать обострение панкреатита в желчнокаменной болезни и гастритов начинаем праздничный ужин закусок и салатов которые содержат большое количество овощей но не копчености и майонез это нужно чтобы желудок заполнился полезной клетчаткой салаты заправляем лимонным соком с небольшим количеством растительного масла нежирной сметаны с горчицы йогуртом с добавлением зелени бальзамическим соусом не смешиваем рыбные мясные блюда наши привычные новогодние салаты готовим по диет версия например салат оливье можно приготовить заправкой не из майонеза а из нежирной сметаны убавить количество картофеля и увеличить количество свежих огурцов вместо колбасы добавить отварное мясо далее если все же не наелись пробуем белковое блюдо нежирное мясо или рыбу и только немного углеводок хлеба закусок в виде канапе и тарталеток сладкое особенно жирные масляные торты лучше в этот день не есть если новый год вы проводите дома не готовьте в этот день очень много праздничных блюд а горячее блюдо готовьте только одно это предотвратит переедание и порчу продуктов в новый год очень важны не длительные обильные трапезы а семейные традиции веселье и хорошее настроение ваша цель запомнить новогоднюю ночь как веселый душевный праздник а не получить чувство тяжести в животе и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта ешьте порциями немного съели идите веселиться между приемами пищи танцы гуляния фейерверки что касается алкоголя безопасная доза шампанского один-два бокала причем не забывайте запивать шампанское водой тем у кого есть желчнокаменная болезнь панкреатит предпочтение следует отдавать сухим вином в количестве одного-двух бокалов либо двух-трех рюмок крепких алкогольных напитков так как шампанское особенно в сочетании жирной пищи вызовет обострение заболеваний нежелательно смешивать алкогольные напитки например в начале шампанское потом вино потом коньяк и нежелательно употреблять коктейли в которых смешано несколько видов алкоголя следующий день после нового года больше проводите на свежем воздухе пейте много воды и травяных настоев ешьте побольше овощей и фруктов